Накануне погода пощекотала нервы жителям Чувашии. По республике прошел грозовой фронт сильным ветром и ливнем. Почти 50 населенных пунктов остались без света. Сейчас в большинстве из них энергоснабжение восстановлено, но это полбеды. Гроза стала причиной сразу трех пожаров. В Канажском и Бресенском районах огонь повредил два жилых дома. В Маргаушском вспыхнул сток сена. Шквалистый ветер по-особенному хозяйничал в Янтиковском и Яльчикском районах. Там он повредил крыши частных домов и хозпостроек. А в Новочебоксарске ветер и вовсе вырывал деревья с корнями. Пострадали не только сами зеленые насаждения, но и имущество горожан. В соцсетях появились фото, где дерево упало прямо на машину. В столице республики тоже было неспокойно. Из-за того, что городские ливневки со своими обязанностями справлялись плохо, дороги больше походили на бурлящие реки. Это создало некоторые трудности для передвижения автомобилей. В гидромедцентре рассказали, что сейчас Чувашия находится в малоградиентном поле. Это значит, в ближайшие три дня от погоды можно ожидать все, что угодно. Нету ни конкретного циклона, ни антициклона, а именно вот такое размытое малоградиентное поле, где может быть все, что угодно. Поэтому у нас вот такая ситуация случилась 29 и 30 в ночь. Немножко подошел к нам поближе фронт и началось возмущение атмосферы. То есть началась борьба между теплым воздухом и холодным. И вот в связи с этим были такие сильные грозы, сильные ливни. Есть и плюсы. Аномальная жара, которая не одну неделю испытывала терпение жителей республики, отступила и температура воздуха вернулась к климатической норме. До конца этой недели сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.